Обвинил в ДТП автозапуск пьяный и довольно подвижный водитель Приоры на улице Володарского. Во дворе новостройки Лада протаранила дорогостоящий Ниссан, и жильцы готовы были покарать нетрезвого автолюбителя. Но тот оказался находчивым и выдвинул свою версию, якобы машина стояла одновременно на включенной передаче и на автозапуске. Мол, оттого она и начала движение. Проверила эту легенду наша съемочная группа. При виде журналистов и камеры жильцы с места происшествия разошлись по домам, но с балкона все равно доносились вопросы, что употребил водитель Приоры Илья. Вы зафиксировали что-то, б***ь, камер, б***ь, б***ь, ее фиксации, а? Ведь в здравом рассудке ДТП на ровном месте не устраивают, да и эмоционировать по поводу задержания трезвые так не будут. Всего доброго, товарищ корреспондент. Мы же хотим... Товарищ корреспондент, всего доброго. Я вам что, вы хотели узнать по данному делу, я вам высказал. Всего доброго. Вы же не все рассказывали. Всего доброго. Инспекторы просили Илью дать ответы всего на два вопроса по поводу экспертизы. Тот решил их перекричать. Я ничего не нарушал, 51-я статья Конституции Российской Федерации, 51-я статья Конституции Федеральной Федерации, я рассматриваю это как обхазное предприятие. Я ничего не нарушал, меня не было за рулем, хоть вы снимайте, хоть здесь снимайте. По словам Ильи, очевидцы на него наговаривают. В момент ДТП он, якобы, находился в гостях у подруги и журналистам преподнесли неверную информацию. Я такой же журналист, как и ты, грубо говоря. Только пьяный не езжу. Я тоже пьяный не езжу. Это не было зафиксировано. Ни в каком... Нематериале. Вот в здании. Сначала задержанный уверял, что машина стояла на ручнике, который сломался. Она скатилась по моей вине. По моей вине, но я не был за рулем. А там ручник не выдержал? Да, да, да. Затем новая версия. По его словам, он случайно поставил авто на заднюю передачу, а потом включил автозапуск и машина поехала. У меня же тоже автозапуск есть. Ну, типа, она же не встанет на автозапуск. У меня на педали тормоза сделала. И она у меня уехала. Вот эта машина. И я что, понятно, что пьяный. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Свои доводы и мысли о ручнике и автозапуске инспекторы предложили ему придержать до суда. Там уже решат, виноват ли я или нет. Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия.